продолжаем всем привет с вами джага мы продолжаем играть дипонию как оказалось я где-то что-то пропустил и это нехорошо где-то тут должно быть какое-то украшение на перилах только не говорите что же там наверху там где мы сняли белый флаг было какой-то да ладно и только это никакое другое вот именно это да как вообще это можно было найти вот ну я прям не знаю тем не менее он у нас есть и теперь его как-то надо использовать и его надо использовать здесь конечно же интересно если мы просто вот так подойдем этом можно сделать или не стоит вообще с ним общаться для нас в леном воспримет нашего персонажа как этого клитуса ну хорошо давайте надо вот это украшение комбинировать с жевательной резинкой такое внезапно смертельное метательное оружие и есть рогатка это и жвачки такого не может быть как так там жку должен быть такой чтобы прям аж ух а тут жвачки и рогатка серьезно ну ладно теперь нужен какой-то еще камень камень что из этого камень ах камень так теперь это будет рогатка с камнем патроны и есть сэр теперь применить как оказалось вот сюда на лампу единственный источник света внимание всем постам что прилетела голова успокойся аргус мы на захламленной планете удивительно как эта лампа не взорвалась раньше как следовало бы все этой чертовой планете так что продолжай ну он стоит хорошо плафон есть сейчас надо как по-хитрому тут еще надо подтянуть плафон к себе для этого надо объединить эту самую рогатку палкой от швабры получается крюк и вот этим крюком надо подтягивать плафон типа из темноты нормально чё так теперь надо где-то у нас был флаг вот этот флаг стоп это не надо уже флаг комбинируем с плафоном вместе с плафоном флаг выглядит точно как плащ клитуса теперь не хватает только сальных волос наверное вот это вот и есть сальные волосы будет даже круче чем мое старое представление с плафоном и теперь это одеть на себя наверное гениально вперед в этот раз я превзошел себя гений маскировки пошли стой кто идет это я клитус ты разве не собирался ждать на платформе ну я просто хотел немножко размять ноги оттуда все равно ничего не видно что-то мне не нравится твое отношение вообще-то вообще-то всем нравится мое отношение надеюсь ты не забыл о нашем соглашении как я мог так картридж у тебя ну и где он ой это коростяпа наверное оставил на платформе поторопись человек время идет и что это было ну ладно пошли добывать картридж этот что еще делать то сальные волосы так арганонцы сказали что о резервном картридже это не твое дело отведи меня гал и возьму тебя на элизиум на большее мы не договаривались значит не будем меняться карточками по хламболу нет мне нужен резервный картридж я тебе заразчарую боюсь он не поможет твоей мозговой активности мне все равно нужен и зачем скажи на милость тебе нужен но гал без сознания что ты с ней сделал ее имплантант поврежден не волнуйся она в порядке ну ладно хорошо что насчет имплантанта имплантант работает ну я так думаю что да что значит ты так думаешь без имплантанта гал я никогда не покину депонию так почему бы тебе не дать мне этот чертов картридж чтобы я разбудил ее да ладно таки быть вот картридж но как только начнется ты сразу приведешь ее сюда понятно и моли бога чтобы ее имплантант работал ты и правда ее любишь да бэкап резервный картридж все валим отсюда к лифту какой то это ну ладно что берем опять эту штуку одеваем мастер гений маскировки мастер перевоплощения в этот раз я превзошел сам себя я просто хочу пройти стой кто идет ешки матрешки да это я клитус ты что достал уже ну что но картридж ты его нашел конечно не паникуй где я ничего не могу разлегеть и вообще почему ты там топчешься в тени выйди на свет чтобы я тебя увидел человек я ну ну мой дорогой бейлиф прошу вас будьте учтивы не забывайте что мы все здесь ради общей цели дайте послу пройти чем скорее он найдет этого руфа с этим самым код и доступа тем быстрее мы приступим к делу как вы желаете сэр я думаю посол очень хорошо понимает всю серьезность текущего положения уверен он знает что у него есть только один шанс получить коды доступа и если он не справится мы применим свои методы чтобы получить коды верно посол как конечно и чё ух ты чуть не попался но не попался же думаю мою маскировку пока можно снять вряд ли они клюнут на нее второй раз это да то есть все она уже не нужна получается да больше она не будет использована раз уж она просто так валяется ее нельзя нажать куда там надо было идти я забыл уже по моему надо было идти в вверх магазин сладостей да 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 опачки а где тут такая лежала хлам побери ее нет орган вон с ее нашли нет не может быть они бы сказали об этом что же случилось но кто еще мог ее забрать нужно выяснить нужно отыскать ее до того как ее найдет этот аргус может быть тут есть след след подозрительной лампы эти лампы должны иметь какое-то предназначение я просто знаю лужа фосфора что за лужа фосфора что тут случилось лампочки заставляют фосфор светиться я бы не увидел этот след даже если бы использовал свои ультразвуковые способности а то есть что мы мы фонарик может надо включить след похоже гола тащили к выходу не бойся крошка руфу спешит на помощь как чипа дейл только нет ну что делаем то след ведет в лобби логично идем в лобби ну то же самое наверное берем тот самый карманный фонарик и светим на фосфорный след чудищ а вниз а почему след остался там где мы уже посвятили это так надо ну ладно а ой 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 не то нажал ну вот во двор башни так 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 а а а дряхлая калитка а калитка калитка малитка калитка моя или как-то так за башню куда-то за башню попали стог иголок решетка то есть опять надо посветить наверное ну-ка 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 вот 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 такое да как так то в какую то что ну ладно стог иголок давайте мы отключим фонарик пока свобода выбора свобода выбора ау больно же не это елки-палки а это меня уважает не уколола возьму ее ой да это совсем не иголка это я решил я реально нашел соломинку в стогу иголок кто еще может этим похвастаться стог иголок то есть это как бы ну искать иголку в стоге соломы а тут соломинка в стоге иголок соломинка крепкая полая соломинка я люблю подержаться за такую во время от времени что что соломинка во время от времени что ну да ладно ничего больше нету решетка наверное гуал похитил монстр ни один человек не откроет эту решетку голыми руками ну крюк да ладно вот так просто в трубу труба под воду куда-то это вы что тут прям к кит тут есть кит тут есть крюк тут есть все и что нам с этим делать пройти дальше нет гора мусора я должен туда пробраться но убираться то зачем тут нужен другой выход крюк ну может на палочке на крюк рыбка 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 он даже не замечает что нет кит кит настоящий кит всегда мечтал чтобы папа сводил меня в океанариум но он был прав там хватило бы места только для меня одного кит выглядит голодным ну может ему вот так вот тыкнуть на рыбка 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 ну он и даже не замечает ты кит так что тогда делать ну я не знаю написано вернуться обратно идем обратно как там вот это все завалилось если недавно буквально и кто-то протянул туда возможно она сама пропалла что-то тут типа плюшевый тканоз вилка вот эти вещи они возможно нужны их надо будет взять или это будет потом плюшевый тканоз это же круто на магазин сладостей на магазин сладостей так окунаем фосфорную лужу получится по моему не получается значит куда-то надо окунуть где-то фосфорная лужа а где фосфорная лужа ах лужа фосфора логично и что теперь теперь анчоус это не анчоус а приманка ну и что мешало это сделать с самого начала а теперь еще надо фонарик чтобы зарядить светом а а ну да будет свет да теперь светящийся приманка светящийся ну наверное теперь кит заметит так вниз во двор башни за башню в трубу теперь берем этот самый светящуюся приманку и на крюк наверное куда ее а вот и я за разбитым стеклом фигасе тупое животное ну теперь можно пробежать к судну какое-то судно что за судно что это за судно такое так суд в судно 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 безобидный траулер отличное прикрытие для пиратов и работорговцев да пошли в судно он сходит прямо в судно тут еще есть летучие мыши три штуки качается фонарь луна какая-то похожая на слушайте это какая-то как белка вы видели белка и она вот как бы вот на фоне луны на велосипеде это как какая-то студия голливудская которая снимала что-то что не помню какие фильмы ну ладно идти по моему инопланетянин вот по моему это прямо оттуда итак кто это у нас тут ешки матрешки добро пожаловать на мусороловный траулер чего-то там бозо я бозо я безоружен что я не собираюсь тебя стрелять слушай мне не нужны проблемы я просто заберу свою подружку и мы уйдем насилие ни к чему о так это та елизианка о которой ты говорил ток а ты что тут делаешь этот пират похитил и тебя тоже не волнуйся я тебя спасу что это еще значит я не пират и никого не похищал ну что ж это было просто у меня мало времени я должен помешать органенонцам взорвать дипонию что зачем органонцам взорвать дипонию я не могу вам сказать я иду по следу заговора невероятных размеров и не могу втягивать вас в это ты просто сам не знаешь да это тоже секретная информация я могу вам сказать только одно я должен найти способ разбудить гуал ну тогда ты оказался на нужном траулере я неплохо многих Ты за кого меня принимаешь? Я просто хотел помочь тебе. Да как скажешь. Не? Чё нажать? Кнопку извлечь? Где у неё кнопка? Тут? Чуть не уронил. Попридержи лошадей, парень. С такими картриджами нужно обращаться любовно. Одна царапина твоя девица превратится в овощ. Не волнуйся, она в хороших руках. Картридж у тебя? Конечно. Вот, держи. Это была сложная часть, да? Прекрати шутить и покажи его мне. Ня. Каков твой диагноз? Батарейка села? Ну в таком случае мы ничего не сможем поделать. Придётся просто выкинуть картридж. А погоди-ка. Ты издеваешься надо мной, да? Тут просто немного пыли на контактах. Это всё. А ты повёлся. Ну тогда никаких проблем. Очисти контакт и вставь его обратно. В смысле стряхнуть пыль? Ты прям как моя бывшая девушка. Её бы ты тоже выбросил, потому что у неё батарейка села. Хе-хе-хе. Всё-то вроде того. Ага. Так, что теперь надо как-то очистить контакты? Что нам надо? Что нам надо? Что у нас есть? Есть бэкап. Есть картридж. Есть соломинка. Возможно соломинкой как-то можно очистить. Светящаяся фосфорная вата до сих пор есть. Что тут где-то есть? Ключ. Эй, ты украл мой ключ. А ты похитил мою девушку. Я её не похищал. Я могу отнести её обратно на холод, если хочешь. И как ты собираешься сделать это без ключа? Не проблема. Моя дверь всегда открыта. Тогда не удивляйся, что у тебя тут вечно что-то крадут, раз уж у тебя дверь открыта. О, да. Всё правильно. Метёлка для пыли. Не советую брать эту метёлку. Я и цистерны обметаю. Звучит многообещающе. Если она может очистить цистерну, то с картриджем в два счёта справится. Я знаю, что делаю. Что-то может из этого какое-то чистящее средство. Что это такое? Сонар? Капитан Базо. Капитан Базо. Базон. Док? Ну что, уже очистил контакты? Почти закончил. Поспеши. Мозгу не очень полезно долго находиться без сознания. Как будто я не знаю. Надеюсь, они умеют веселиться там, на этом Элизиуме. Ноу, я могу тебе чем-то помочь? Да, хорошая попытка, но я на такое не куплюсь. Я тебя не обманываю. Даже не пытайся, чёрная борода. Если узнаешь, что ты что-то сделал с девушкой... Да я бы никогда. Что ты имеешь в виду? Она была в таком состоянии, когда я её нашёл. Один в один. Я подумал, ей не помешает доктор. Ё-хо-хой, бутылка рома, да? Что? Нет, я... Я так и подумал. Я предлагаю перемирие. Не потому, что боюсь тебя, но и с почтением каледи. Понятно? Да у меня оружия-то нет. Ты называешь меня трусом? Если хочешь подраться, только скажи. Что тут происходит вообще? Ты вообще слушаешь, что я говорю? Ха, так я и думал. Ты трусишка. Куда? Ах-так-так-так-так. Что-то он как-то... Он просто чувствует, что это добрый чувак, и он наседает на меня, типа, показаться, чтобы крутым. Ах, ты гаденыш маленький. Как ты выносишь это вонючее пиратское логово? Ну, я тут убирался. Правда? Я знаю ламантинов, которые пахнут лучше, чем ты. Чё? Может, я потом еще все хорошенько помою. Клянусь пупком Нептуна. К порту. Арррр. Несусь у меня под ноги, слышишь? Можешь сжечь и грабить, сколько влезет. Но потом... Сейчас мне нужно заняться мастерской микроинженерией. Ну, я изучал микроинженерию. Я даже три года... Избавь меня от истории своих мародерских экспедиций. У меня тут проблема, которую не решить грубой силой. Как ты привык? Аррр. Аррр. Отпусти Дока. Но... Он оплатил проезд на плавучий черный рынок. Неужели? А твоя мама оплатила проезд туда-обратно? Эй, не вмешиваем это дело мою мамашу. Чтобы это и не было. Туше, капитан. Туше. Я за тобой слежу. Я просто... Сижу тут и ничего не делаю. Точно. Именно поэтому... Я за тобой слежу. Точно. Что он так на него населся? Действительно, этого чувака... Что-то тут нет ничего. Ящик. Ну, наверное, надо открыть его ключом. Это было бы логично. Открыто. Ключ больше нет. Почему он его выкинул прямо в океан? Это же... Ну, блин. И луна похожа на звезду смерти. Ну, не знаю. Тут какая-то дверца есть. Сейчас. Белка пробежит. Еще раз посмотрим на белку. Давай. Белка, белка. Давай. Белка, давай. Ну, на велосипеде через луну. Как уже был один раз. Ой, да ладно. Ну, ящик. Я понял. Посмотреть. Что у нас тут? Маленькая кисточка, миниатюрные меха, пачка... Вон она, на велосипеде пролетела. Так, бесполезный хлам. Я хочу очистить картридж, а не сделать ремонт в кукольном домике. А, вот это куда лучше. Стальная щетка. И бутылка обезжиривающего средства. А, девчачьи штучки оставлю тут. Эм... Ну, ладно. Так, и что мы тут можем сделать-то, собственно? Картридж. Визирный картридж. Метелка для пыли. Обезжиривающее средство. Стальная щетка. Метелка. Берем метелку. Ну, применяем ее, скажем, на картридж. На нем хранится память Гоул. Главное не перепутать. Во! Да ладно, это просто маленькая пылинка. Где она? Ах, вот это пыльно. Ууу. Так, берем метелку. На контакте. Да елки-палки. Метелка для пыли все покрыла пылью. И... О, нет. Жирное пятно. Попробую еще разок. Чип. Ой, ну ничего хорошего. Теперь и чип жирный. И считывающая головка. Тоже жирно. Все теперь жирное. Что теперь? Еще раз. Ну и бардак. Пыльно и жирно. А, но зато остается теперь только... Только жирно остается, правильно? Да ладно. Потому что теперь надо вот этим обезжиривающим средством вначале. О боже. Ржа. Теперь все ржаво. Ничего хорошего. Ой-ой-ой. Снова метелкой попробуем. И еще пыль. Отлично. Ну и бардак. Кошмар. О нет. Тут уже не поможешь. Хорошо, что у меня есть козырь в рукаве. Ээээ. Серьезно? Ну давайте еще стальной щеткой. Пройдемся. Та-дам. О боже. Очищено. Поцарапано, но очищено. Ёшки-матрешки. А эти царапины могли появиться откуда угодно. Ну что, ты уже очистил контакты? Да. Чистые и блестящие. Отлично. Покажи мне. Минуточку. Эти царапины были тут раньше? Что? А эти? Я видел их раньше. Да, они были. Невероятно, как юные девушки обращаются со своими имплантантами. Правда? Да, и при этом мне даже не вытаскивают их из головы. Невероятно. Ну пара царапин ведь это не так серьезно, правда? Кстати, о серьезном. Кто-то вырезал свое имя и сердечко на картридже. Лучше отдай его мне. Он ведь заработает. Но должен. Мы механики. Помню об этом. Скидыш. Что? Где я? Келитус. Это ты. Погоди секунду. Ты... Ролфи. Рофус. Я узнаю тебя. Я была в большом зале. Потом я помню больничную палату. Там были другие люди. Дипонианцы. Да, так это правда. Дипония населена. Органонцы обманули нас. Я должна связаться с Келитусом. Это почти хорошая идея. К сожалению, только почти. Твой распрекрасный женишок в сговоре с эрганонцами. Эрганонцами, да. Келитус что? О боже мой, моя голова. Может тебе стоит присесть? Но я ведь и так сижу. Не волнуйся, крошка. Я все объясню. Привстать она, да. Ну что ж. Ну давайте. Я тебя спас. Детка. Я почти ничего не помню. Да, даже как я спас тебя из лапарганонцев. Я помню какой-то конвейер. И, эй, ты тоже был там. Ты дергал за рычаги. Или как я вылечил тебя. Я помню чувство жжения на языке. Это кофе он там тащил. Он влил. И как я тащил тебя. Подожди-ка, там был кран. Что ж, ты явно ничего не помнишь. Но пусть будет так. Поблагодаришь меня позже. Твой имплантант плохо работал. Когда ты упала с крейсера, он повредился. Органонцы столкнули меня с крейсера? Ну, да. Слава хламу, я смог все починить. Вообще-то я следил за ремонтом. Ну, конечно, следил дедуля. Всем хочется немного признания. И теперь все в по... Что в по? В полном порядке? Эм, ну, да. Келитус, предатель. Он работает заодно с органонцами. Конечно. Органонцы сопровождают нас на исследовательском задании. Да, но Улисс каким-то образом уговорил его фальсифицировать отчет. Он посоветует совету старейшим взорвать Дипонию. Несмотря на то, что планета населена, чудовище. Точно. Органонцы хотят разрушить Дипонию. Я знаю, поэтому мы с Келитусом приехали сюда. Проверить, правда ли Дипония необитаема. Но здесь живут люди, и Улисс хочет это скрыть. Чтобы все равно взорвать Дипонию. Нужно остановить его любой ценой. Эээ, я согласен. И тебя похитил вот этот толстый пират. Сколько раз тебе повторять. Я делец хлама, я просто хотел помочь. Не волнуйся, я за ним присмотрю, он тебя не тронет. Конечно, с чего вы это? Видишь, я тебя защищаю. Хватит разговоров. Мы должны помешать Эрганонцам разрушить Дипонию. Будет лучше, если ты возьмешь меня на Элизиум. Там мы расскажем всем правду, и все будет нормально. Да? Точно. Ээ, правда? Ты возьмешь меня с собой на Элизиум? Почему бы и нет? Нам только нужен идеальный план. О, да, ты обратилась по адресу. Идеальный план и мой конек. Ладно, слушаю. Нужно захватить Эрганонский крейсер. Пока ты отвлекаешь команду, я проникну на мостик. Там я переоденусь в рулевого, сделав бороду из щетки и клея. После этого нужно будет найти кусок проволоки, отвертку и... Разве не проще будет выдать тебя за Клитуса? Ты ужасно на него похож. Но я не знаю, мое тело куда более спортивное. Мы схватили его и вернем... Мы схватим его и вернемся на Элизиум. Ну что ж, может сработать. Хорошо, что я об этом подумал. Не волнуйтесь. Когда на Элизиуме узнают, что тут есть жизнь, они отменят уничтожение. Да, а мы будем на Элизиуме. Мы будем героями. Да, и все будут счастливы. Точно. Ну, че ж ты ждешь? Че нас ждет? А че нас ждет? Ты в порядке? Лучше не бывает. Я никогда не... Не чувствовала себя... Тебя лучше. Спасибо за все, Руфус. Без проблем. Но мы еще не на Элизиуме. Давай, поторопимся, ладно? Да-да-да. Ладно. Так, ну там были разные варианты действий. И все, их больше не осталось. К судну? Так, а куда она идет теперь? В трубу идет. То есть возвращаемся к этой башне? Очевидно, что да. Так. Снять это нельзя и... Ну и ладно. За башню. Ну, пожалуй, тут мы остановимся. Что будет дальше, мы узнаем в следующем эпизоде. Возможно, это будет последнее. Но, может и нет. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да, вот так вот. Лайки ставьте, как он показал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...